На Чебоксарских трассах в ближайшие годы пробок станет меньше. В столице республики реконструируют самые проблемные дорожные участки. Недавно завершили ремонт базового проезда. Сейчас техника работает на проспекте Ивана Яковлева. Сегодня сюда с инспекции приехал глава Чувашии. А по пути кортеж Михаила Игнатьева остановился на уже принятом в эксплуатацию объекте. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Раньше по этой дороге многие водители старались передвигаться только в крайних случаях. По пути приходилось месить грязь и объезжать глубокие ямы. Капитальный ремонт трассы завершили недавно. Реконструкция обошлась бюджету в 180 миллионов рублей. Объем работ оказался большим. Дорожникам приходилось переносить в сторону на несколько метров все коммуникации. Перенос газопровода, перенос водопровода кабельных силовых сетей очень много было. Здесь трудности были в основном по стесненности этих условий и территории промзоны. Здесь очень много большегрузных машин заезжает. Поэтому здесь участок, оказывается, усложнен. Количество полос увеличилось. Городские власти уверены, что они разгрузят дорогу от постоянных пробок. Теперь на этом участке станет еще светлее. Здесь установили фонарные столбы. Оборудовали трассу и ливневками свое боевое крещение. Они уже прошли. Во время дождей сейчас канализационные сети смотрели. Успевают проглатывать? Во время ливневых дождей. Все там проект работает. Успевают. Увидели как раз нам дожди. Как раз последние три дня дожди дали здесь. И увидели, как оно работает. Дали возможность оценить ситуацию. А в ближайшее время здесь благоустроят и придорожную территорию. Проложат новые тротуары. На участке трассы по проспекту Ивана Яковлева скоро появится подземный пешеходный переход и новая кольцевая развязка. Работы начались только в июне. Сейчас дорожники перекапывают сети. Чтобы уложить их вдали от дороги, подрядчикам необходимо почти 300 миллионов рублей. Половина от стоимости всего проекта. Здесь сейчас у нас трудности с газовым переносом газопровода, где заявка о изготовлении труб, где я озвучил месяц и полтора. Поэтому сейчас пойдет, мы укладку будем, сезон отопительный зайдем, переврезки не успеем. Но чтобы ускорить процесс, подрядчикам предложили и самим составить новый проект. Завершить реконструкцию дороги полностью планируют в октябре следующего года. Глава республики потребовал уложиться в намеченные сроки. Сейчас на объекте техника работает и ночью. В этом году большая часть работы будет выполнена. Останутся на следующий год работы. Это на пересечении проспекта Мира и Ивана Яковлева. Там будет кольцевое движение. То есть разгрузка автотранспорта по тому проекту, который я видел, ознакомился, задавал вопросы, будет обеспечена. На реконструкцию этим летом была закрыта и городская баня номер два. Ремонт здесь не проводили 30 лет. За это время коммуникации пришли в негодность. Меняют трубы, систему вентиляции, проводку, окна и двери. Обустраивают новые бассейны и душевые кабины. Открыть банный комплекс после ремонта планируют уже в конце декабря. Тогда же в городе свои двери должен распахнуть и новый ФОК. Сейчас на площадке ведутся отделочные работы. Подрядчики продумали все до мелочей. Спорткомплексы для горожан создадут подобающие условия. 25 метров и 4 дорожки. И 3 зала. Волейбольный зал, игровой зал. Потом зал тяжелого рейки и фитнес-зал. Подрядный центр и радио. Одноразово сколько человек принимает? Одноразово. По мощности, если взять, по нормативу, по стандартам. 150. К новому спорткомплексу уже подводят коммуникации и обустраивают будущий бассейн. Уже сейчас очевидно, что ФОК будет пользоваться популярностью. Глава региона посоветовал подрядчикам предусмотреть загодя просторную парковку для посетителей. А уже в ближайшее время необходимо начать работы по благоустройству. Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов. Республика.